МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и «Агуль Муржакин». Сегодня в программе. Жители города Тимиртау возмущены поднятием тарифов на коммунальные услуги. Цены выросли на 200-300%. Как выходить из ситуации и решать проблемный вопрос? Экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева отпустили по УДО. Живые экспонаты, мрак, толпа людей, желающих окунуться в прошлое и ощутить дух времен сталинских репрессий. Все это можно было наблюдать в музее Карлага. Как прошла очередная ночь в музее и какие сюрпризы ждали карагандинцев на этот раз. В Тимиртау прошли первые общественные слушания по обсуждению повышения коммунальных тарифов вновь созданным предприятием ТО «Охжет-Пестэ». Увеличение планируется практически в три раза. На встрече горожане выразили недовольство не только космическими цифрами, но и качеством предоставляемых услуг. Предприятие «Охжет-Пестэ» ранее было на балансе Арселор Миттл Тимиртау, но сейчас оно на балансе городского акимата. Долгое время жители Тимиртау борются за качественное обслуживание. Всю зиму в квартиры толком не поступало тепло, а 18 апреля отключили горячую воду. Компания «Охжет-Пестэ» ссылается на неисправимость труб и для ремонта требуется весьма значительная сумма – 550 миллионов тенге. Но, как выяснилось, денег нет ни в областном, ни в городском бюджете. И повышение тарифов – выход из ситуации, считают представители предприятия. Я неоднократно говорю, ребят, пожалуйста, придите месяц-два поработайте, особенно зимой в нашей системе, потом будете немножко по-другому к нашим людям относиться. По зарплате. Тариф на смете средняя зарплата – 24 тысячи. И это тянулось с седьмого года. Остальную зарплату, которую выплачивали в «Пестэ» до 70 тысяч, до 80 тысяч, это платило АМТ. То есть они брали на себя эти убытки. Арселор, Миттл, Тимиртал. Ремонты, которые закладывались сюда, также в тарифной смете, у нас, я вам даже могу зачитать, начнем с 2019 года, 227 миллионов, это мы должны были 4 услуги отремонтировать на эти 227 миллионов. Это в тарифной смете. И по факту мы потратили 1 миллиард 620 миллионов. Главной целью подобных слушаний является прозрачность формирования тарифов и достижение баланса между потребителями и субъектом. Но как достичь баланса, если предприятие предлагает баснословную сумму переложить на тимиртаутцев? Некоторые из горожан вовсе не против такого решения проблемы, но при условии, если все будет возвращено. Но есть и отрицательные отклики. Если мы платим больше, то и качество должно быть соответственно лучшим, говорят горожане. Как качество у нас будет регламентироваться? То есть, стоит дом, туда подводят тепло, потом начинают мерить, значит, если у людей нет тепла, собирается комиссия, холодно, не холодно, а у вас стояки забиты, и я предлагаю собраться. Во-первых, все вопросы до утверждения тарифов необходимо решить. Есть КСК, есть много специалистов по городу, проектировщики ВК по отоплению. Люди придут, устройте круглый стол, устройте совещание с людьми, попросите о помощи, придут, подскажут, что как сделать. Но вопрос по качеству должен быть отрегулирован. Среди основных причин повышения тарифа ОГЖИТПСТ озвучил увеличение стоимости электрической энергии, затраты на покупку и нормативные потери, увеличение заработной платы работникам до 163 тысяч тенге в месяц, включение в тариф стопроцентный объем текущих ремонтов, затраты на сырье и материалы, амортизация, очистка сточных вод и услуги сторонних организаций. А сердце Замбаева Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева отпустили по УДО. Однако для выхода на свободу бывшему чиновнику придется подождать 15 дней, пока решение не вступит в законную силу. После оглашения в зале суда пронесся радостный гул близких и журналистов. Подробности далее. На оглашение вердикта судьи собралось, как всегда, немало зрителей. Это близкие Экс-акима и журналисты. Судья Жумагул-Шуженов удовлетворил ходатайство осужденного и пояснил, что Абдишеву предстоит пробационный контроль, а это значит, он будет под постоянным присмотром сотрудников правоохранительных органов. Не реже одному разу месяц являться в органах, в органах, в службу правоохранительных органов, службу правоохранительных органов, получают социальные правовые помощи соответственно. Родные Бауржана Абдишева не скрывали слез радости. Экс-аким очень долго перешептывался с адвокатом. Ожидания журналистов не оправдались. Экс-чиновник не захотел дать интервью. Его из зала суда увели приставы. На свободу Абдишев выйдет через 10-15 дней. Аймам Ренажах Сылак-Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Сегодня началось первое слушание по гражданскому иску Акима города Караганды Нурлана Аубакирова против осужденного экс-премьер-министра страны Серика Ахметова, бывшего Акима области Бауржана Абдишева, экс-акима города Мирама Смогулова и еще несколько лиц, проходивших по громкому коррупционному делу. В своем заявлении Нурлана Аубакиров просит суд взыскать с ответчиков материальный ущерб, причиненный государством. Иск поступил в суд 25 апреля. Среди ответчиков, кроме Ахметова, Абдишева и Смогулова, фамилии Мухтара Адамбекова, Айдоса Жакенова, Марлена Шалтакова и Асланбека Кутаева. Однако судья исключила фамилию последнего из списка, и его адвокат удалился прямо из зала суда. При сверке документов выяснилось, что адвокаты Ахметова не готовы представить свою позицию, так как нужно вновь запрашивать и ознакомливаться с материалами многотомного уголовного дела. Задержать мать выброшенного в жесткозгане младенца помогли специально обученные собаки. Об этом сообщили в ДВД области. Собаки взяли след 18-летней женщины, понюхав вещи, в которые был завернут малыш, и вывели к дому, где проживала девушка. Подробности у Аймамриной. Матерью новорожденного оказалась 18-летняя жительница села Кенгер. Следователи изменили первоначально выдвинутую статью на другую. Женщине вменяется статья 24-100 покушения на убийство матерью новорожденного. Также полицейские пояснили, что сейчас с девушкой работает следователь. Однако она не находится в следственном изоляторе. По факту обнаружения новорожденного ребенка в поселке Кенгер, следственной оперативной группой ввода города Джизгазган установлена и задержана 18-летняя жительница поселка. На данный момент проводятся следственные действия. В управлении здравоохранения рассказали, что роженица чувствует себя нормально. Ее обследовали врачи. В данное время женщина не нуждается в госпитализации и находится вне медицинских учреждений Джизгазгана. Сказать, как именно проходили роды, врачи не берутся. Напомним, новорожденный и недоношенный мальчик приблизительно 5-6 месяцев был обнаружен прохожими в селе Кенгер недалеко от города Джизгазган 17 мая. Сейчас состояние малыша остается по-прежнему тяжелым. Айя Мамлина Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Республиканская акция ДТП приемная на дороге на территории Карагандинской области прошла по маршруту Караганда-Абай-Сарань, так как в этих городах отмечается рост количества пострадавших при ДТП. Сотрудники правоохранительных органов разъясняли нормы законодательства, о работе органов внутренних дел оказывали гражданам правовую и консультативную помощь. Сегодня Карагандинским областным филиалом партии Нур-Отан совместно с местной полицейской службой, административной полиции ТВД Карагандинской области, в городах Сарабае и Сарани проводится республиканская акция совместная, приемная на дороге. Значит, эта акция проводится два раза в год по всей республике. Весной и осенью. В прошлом году мы выезжали в Жанаркинский регион, потом выезжали в Асакаровский регион, но в этот раз решили выехать в Абай и Сарань. В период проведения акции ответственными сотрудниками одновременно будет проводиться анкетирование граждан по вопросам улучшения деятельности местной полицейской службы и административной полиции. Также граждане могут получить информацию о работе участковых и школьных инспекторов полиции по вопросам лицензирования и контроля оборота оружия, по проблемам угнанного и похищенного автотранспорта и другим вопросам. Где на сегодняшний день мы разъясняем жителям города Сарани непосредственно о новых изменениях в законодательстве, именно в правилах дорожного движения, законе о безопасности дорожного движения, где главой государства принято ряд мер теоретических и практических по укреплению стабилизации в целом, а также суть и цели данной акции приемной на дороге, это же, конечно, разъяснить место, что введено с 1 января этого года, местная полицейская служба. По окончанию встречи с населением, сотрудниками местной полицейской службы и административной полиции ДВД Карагандинской области был проведен прием граждан по вопросам деятельности местной полицейской службы и административной полиции. Асель Сазымбаева Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Вот и прошла очередная ночь в музее. Прошлой ночью около 400 горожан посетили бывший исправительный трудовой лагерь для репрессированных карлак. Всю ночь по музею бродили ожившие экспонаты. Посетители могли ощутить атмосферу, все тяготы и беды времен сталинских репрессий. Музей памяти жертв политических репрессий в поселке Долинка создан согласно поручению президента Республики Казахстан расположением Акиматы Карагандинской области в 2011 году. На сегодняшний день в музее существует 68 комнат, 17 экспозиционных зала, а также около 10 тысяч экспонатов. Как говорит история, около 1 миллиона репрессированных прошло через карлак. С 1930 по 1943 годы в Карлаге было расстреляно 3026 человек. О событиях тех страшных времен вспоминается слезами на глазах и тревогой на душе. Через восковые фигуры, многочисленные инсталляции, сами стены музея рассказывают о судьбах заключенных, об их быте и тяготах жизни. В начале необычного мероприятия для всех присутствующих был организован концерт, где выступающие через песни и танцы попытались передать дух того времени. Все было по-настоящему, но участников ночной экскурсии следователь заведет дела. Лагерный библиотекарь выпишет им читательские билеты. Конвой разнесет по камерам миски гороховой баланды и пайки черного хлеба. После чего для посетителей была представлена инсценировка настоящей пытки. Как бы нравится то, что здесь будут сейчас фигуры оживать, вот это все как бы окунуться в историю нашего прошлого. Это совершенно... Когда попадаешь в это помещение, ты понимаешь, как жили люди, что они чувствовали. И это просто не передаваемые эмоции, аж мурашки по коже после тех событий, которые тогда происходили с людьми. Если честно, ощущение такое захватывающее, прям страшное, потому что ты понимаешь, как тут люди голодали, как им было плохо здесь, ну, как им было трудно. Цель полуночных бдений – привлечение молодежи к историческому и культурному наследию, популяризация музейных ресурсов. Хоть и атмосфера была жуткой, но пугать организаторы никого не собирались. Однако детям, не достигшим 15 лет, вход строго запрещен, потому что даже во время обычных дневных экскурсий гнетущее музыкальное сопровождение и манекены в подвале тяжелы для детского восприятия. Манекены очень хорошо выполнены и смотрятся как живые. Благодаря Ночи в музее больше привлекаются молодежи таким культурным заведением, как музей. Получается, у нас новая аудитория. И самое главное, чтобы вот эта аудитория, эти молодые, они знали уроки истории, у нас общие истории. И историю надо воспринимать то есть такой, какой она есть. Во всемирной акции Ночь в музее Карлак принимает участие пятый год. И с каждым разом число желающих посетит необычную экскурсию и растет. Ежегодно в музее бывают около 23 тысяч человек. Карлак набирает популярность не только среди казахстанцев, но и далеко за ее пределами. Асель Сазамбаева и Сламбекоспан Александр Цирикидзе, первый карагандинский. В Караганде прошел тотальный диктант с гордым названием Менгалекель патриотных акция. В нем приняли участие около 3,5 тысяч жителей области. Аналогичная проверка знаний письменной казахской речи прошла во всех городах Казахстана. Все желающие могли спокойно сесть за парты городских библиотек имени Николая Васильевича Гоголя и Мухтара Омархановича Ауэзова. В библиотеке имени Николая Васильевича Гоголя не протолкнуться. Проверить свои знания решили сразу 110 человек. Рауан Гайни – студент, будущий юрист. 16-летний юноша мечтает стать полицейским. На тотальный диктант он пришел с друзьями. Со слов юношей, не знать язык страны, в которой родился и живешь, стыдно. Каждый гражданин Казахстана обязан знать государственный язык, вне зависимости от национальности. Я пришел сюда проверить свои знания. В будущем хочу пойти работать в органы, а без казахского языка туда нельзя. Несмотря на энтузиазм участников диктанта, написать его было непросто, ведь сам текст оказался очень сложным. К тому же некоторые нашли в нем ошибки, но исправить их диктующий филолог не смог, ведь его текст утвердили в министерстве. А за ошибки оценки ставить никому не будут. Оценка как таковой здесь не имеет значения. Здесь самое главное – принять участие и проверить свои знания владением государственного языка. Проверкой текста займутся опытные педагоги. Результаты объявят позже и наградят самых отличившихся. Всего по Казахстану в диктанте приняли участие около 200 тысяч человек. А имамрина Жаксылак-Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Как можно срочно найти дублера на роль жениха? 20 мая в Карагандинском государственном ордене Дружбы народов в Русском драматическом театре имени Станиславского состоится премьера комедии в двух действиях по пьесе Антона Финка «Два часа счастья». История начинается с полета букета невесты. Чем она закончится, вы узнаете, посмотрев спектакль. Самым волнительным моментом в театре является не только премьера, но и прогон спектакля. В этот момент проверяется все. Актерские приспособления, акценты, сценография, свет, декорации. Наша съемочная группа и была приглашена на прогон премьерного спектакля «Два часа счастья». Режиссер спектакля Андрей Кизилов хорошо известен карагандинцам. Он уже радовал театралов своими постановками. Это его пятая работа в нашем городе. В новом спектакле есть все атрибуты свадебного торжества. Невеста, белое платье, свадебный стол, приглашенные гости. Нет только жениха. Это любовь. И как между мужчиной и женщиной, так и в взаимоотношениях всех персонажей. Это, по-моему, самое главное в этом спектакле. То есть самая главная движущая сила – это любовь. Любовь, да. Но она, я вам скажу больше, она почти во всех спектаклях присутствует. Даже если спектакли грустные, то у них тоже существует принцип любви. В своих спектаклях Андрей Кизилов неизменно рассказывает о любви. Это не только отношения между мужчиной и женщиной. Любовь – это та вещь, которая держит на себе мироздание. Ни больше, ни меньше. И эта история, как и положено, заканчивается хэппи-эндом. Но сколько неожиданностей увидит зритель. Смех обеспечен. Но смех заставляет и задуматься о таких глобальных вещах, как предательство, порядочность. В спектакле заняты известные актеры театра. Ольга Цветкова, Светлана Федоренко, Ирина Егорова, Марина Марычева, Денис Цветков, Андрей Марычев, Галина Турчина, Оксана Игнатенко, Анна Супанова и Анна Шолинда. Приходите на спектакль и проследите за полетом букета невесты. Вдруг он попадет в ваши руки. Сергей Высокосов, Александр Церекидзе, Первый, Карагандинский. В Караганде стартовал седьмой марафон искусств «Алые паруса». Ребята из детских домов и школы-интернатов соревновались в пении, танце и актерском мастерстве. Главная задумка организаторов – показать всему миру достоинства и таланты детей, оказавшихся в стенах этих учреждений. Все участники марафона получили памятные подарки. Гаухар Габдулина исполнила песню «Океана». Ей 10 лет, у малышки отсутствует зрение. Но, несмотря на это, она обладает чудесным слухом, который не устает удивлять карагандинцев. Также в марафоне свое мастерство показала ученица школы для детей с задержкой в развитии речи Айжан Макашева. Девушка чувственно прочитала стихи о казахском национальном инструменте «Дамбре». Организатор мероприятия Валентин Бучин. По его словам, «Алла и паруса» – это марафон, который дает возможность участникам из детских домов и школ-интернатов показать свои таланты. Мы их всегда вытаскиваем, чтобы они почувствовали нужность свою в этом социальном мире. Чтобы они почувствовали, что они нужны обществу, своим искусствам. А ведь, понимаете, по-другому никак нельзя по-другому. Кем они будут дальше, кем они станут. Может быть, они себя в искусстве покажут хорошо. Может быть, это еще. А общество, ну что, оно и кормит, поет. И как бы вот не более. Мы пытаемся сделать радость этим детям. Все участники марафона получили памятные подарки в виде пазлов и сладких угощений. Но самое главное – смогли почувствовать себя звездами. Ведь все аплодисменты в эти дни были в их адрес. Аймамлина Жахслак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Легкая победа. Геннадий Головкин стал чемпионом WBC в среднем весе без боя. Всемирный боксерский совет получил официальное подтверждение от Golden Boy Promotions решение Сауля Канело Альвареса освободить пояс чемпиона WBC в среднем весе. Геннадий Головкин признан бесспорным чемпионом мира WBC в среднем весе. WBC желает Канело больших успехов в его карьере и безусловно с нетерпением ждет, чтобы увидеть бой Головкина против Альвареса в будущем, говорится в постановлении организации. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Монсо Ублгмстер. Редактор субтитров А.Семкин